1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, последний короткий. Походка от бедра и соблазнительный взгляд. Ведущему программы «Наше утро» образ подбирали, ориентируясь на характер. Уличный повседневный стиль в виде рваных джинсов разбавили классической рубашкой. Формат casual Степану Арефьеву пришелся по вкусу. Вот здесь ты был другой совершенно. Ну давайте сейчас попробуем. Кардинально прям. До самого модного события Челябинска фестиваля «Платье города» осталась всего неделя. Бизнесмены, чиновники, актеры и журналисты по подиуму ходят уже 18 лет. Городской фестиваль традиционно открывает вип-дефиле. В этом году в роли моделей выступят президент благотворительного фонда «Родная» Наталья Баскова, художник Петр Серебровский и другие знаменитости города. В том числе и ведущие программы «Наше утро» Степан Арефьев. Он признается, что больше привык к актерским подмосткам. Все профессии, которые связаны с искусством, они на вид очень просты. Да, все мы смотрим показ моды, но все прошел, все прошел и ушел. Когда ты начинаешь в это погружаться и смотришь, что это и как, это что там, миллион своих тонкостей. В фантазиях кутюрье никто не ограничивает. Модные шедевры дизайнеры могут создавать как из мусорных пакетов, так и из соболиного меха. В фестивале примут участие 25 начинающих и признанных дизайнеров Уральского региона. Их разделят по трем номинациям – «Перспектива», «Профи» и «Единичное изделие». В этом году будет много звездных гостей. У нас впервые будет номинация «Профи». То есть это номинация, которую будет представлять профессионалов, которые между собой не соревнуются. Модные шедевры сезона «Весна-лето» уже увидели жители Милана, Нью-Йорка и Парижа. Вдохновились ли челябинские дизайнеры коллекциями модных домов, узнаем 29 марта. Прямую трансляцию конкурса «Платье города» покажет телеканал ОТВ. Анна Андронова, Ангелина Сопрыкина, Иван Бредихин, ОТВ.